Сегодня мы с вами поговорим немножко про третью страницу трактата Ивамот. И здесь я как раз расскажу немножко о той драше, на базе которой основывается наша Мишна и весь наш перег. Фактически весь первый перег трактата Ивамот основан на одной важной идее. На первом уроке, первый урок был во втором и дафу, как обычно в Бавилонском Талмуде, так вот уж повелось издавать почему-то Талмуд так, что второй даф это первый на самом деле. Самая первая страница в нумерации это как бы заголовок, титульная страница, поэтому получается, что когда мы говорим дафбет, это на самом деле первая страница текста. Иерусалимский толмуд так не издается, там первый таки даф это первый даф, это также риф тоже. А вот в бавилонске там вот так издается, поэтому когда вы знаете, сколько, например, дафа в каком-то трактате, нужно всегда вычесть единичку. Если последний даф, например, в трактате Ивамот, это, как я сказал, самый длинный здесь трактат, Седернашин, у него последний даф, это 122-й. Так вот, не думайте, что мы будем изучать 122 дня трактата. 121 день мы будем его изучать, потому что первый даф это дафбет, да, с него начинается. Так вот, сегодня у нас второй урок по нашему трактату, и вот на предыдущем уроке, на первом уроке мы обсуждали, что есть такая концепция, как царат-эрва. И только в случае Ибума, что интересно. Если бы это не был Ибум, то никакой проблемы нету. Если у человека, например, какого-то было две жены, и одна жена родственница какого-то другого человека, например, какой-то человек женился на двух женщинах, одна из которых дочь Рубина, то если этот человек умрет или разведется, или там по каким-то причинам, ну, собственно, есть только две причины, да, смерти или развод, когда женщина становится свободной, так вот, допустим, он умрет или, допустим, он разведется со своими женами, то нет никакой проблемы у Рубина взять в жены цару, соперницу его дочери, да, то, что его дочь была замужем за тем же человеком, что и эта женщина, это ничего не меняет. Единственная проблема, это во момент Ибума именно, что если бы это был не просто какой-то человек, а его брат, который женился на его дочери, еще на одной женщине, вот если этот брат умрет без детей, то Ибум, по мнению Бетхилл, не делается не только, конечно же, собственной дочери, но и второй женщине, ее сопернице, так называемой, ее царе. Да, и вся оба освобождены от Ибума, и обоим не нужно делать халицу. Ну, дочь, понятно, это же родственница, да еще и такая близкая, никому в голову не придет, что человек женится на собственной дочери, чтобы сделать Ибум. Но вот удивительный хидош в том, что даже цара, которая никакого отношения к этому не имеет, но вот она тоже, что она запрещена, это учится очень интересным образом, там позже будет другое мнение Реби, как это учить. Как я уже сказал, Бетхилл вообще не согласен со всей этой драшей. Но вот Бетхилл нашли такую подсказку, это как, видимо, со урода Гезера Шава, когда сравниваются слова, когда говорится Когда Тора описывает, когда человек берет в жены какую-то женщину, что ему запрещено брать ее сестру в жены тоже. Хотя многоженство когда-то было разрешено, да, ведь вся наша Мишна и весь наш Перек занимается именно случаем, когда было разрешено многоженство. Если нет многоженства, то нет всей этой проблемы. Поэтому в наше время это вообще ни к чему не относится, вся эта сугия. Сегодня такого практически невозможно представить здесь ситуацию. Только если технически человек женат на одной и не смог ей дать гет, например, она убежала куда-то в другую страну, и там невозможно ее поймать, и он получил хетер миарабанин, то, что называется, чтобы жениться на другой. Поэтому технически сегодня может быть человек, который по закону, в принципе, женат на двоих, но живет он только с одной, а второй просто невозможно дать гет. Или бывают случаи, когда женщина, например, приходит в другую религию, или убегает там с неевреями и тому подобное. То есть невозможно дать ей гет, то, соответственно, разрешает 100 раввинов, нужно, чтобы разрешить для Ашкеназием жениться на другой. Но это все только технически он женат на двоих. Так что многоженство сегодня теоретически может относиться по букве закона, хотя это не настоящее многоженство, он не живет с двумя женщинами сразу. И даже у Сефардин сегодня это в основном не практикуется, по крайней мере, в Израиле и в большинстве других стран. Я не знаю, может быть, в каких-то восточных странах до сих пор есть сефардские евреи, которые женятся на двоих, но в основном многоженство не практикуется. Поэтому для нас наша Мишна очень редко будет иметь отношение, только в таком редком техническом случае. Тем более, что Ебам тоже, как я уже говорил, Ашкеназием обычно не делают в наше время. Но мы изучаем Талмуд, даже когда это не относится практически, изучение тоже всегда Митцева, даже если это теоретическое изучение. Так вот, хотя Тора не запрещает многоженство, пусть даже это было редкое явление, я уже рассказывал в другом месте, что многоженцев у нас особенно не было. И среди мудрецов Талмуда ни один не описан как постоянный многоженец. Кроме, опять же, технических случаев, когда был мудрец, например, который во время голода, он был коэн, так он женился на множестве женщин, чтобы они могли есть труму. Но это было только вот ритуальное, так сказать, да, то, что называют, знаете, фиктивный брак, но он работает по Торе. Фиктивный брак ради того, чтобы она стала женой коэн, а могла есть труму во время голода. Но вот так, чтобы обычные мудрецы Талмуда или Мишны имели просто по многу жен, такого у нас не было. Только совсем уж в древние времена цари иногда имели много жены, и еще там в определенных случаях бывало, практиковалось многоженство. Там, допустим, у человека долго нет детей от одной жены 10 лет, бывало, что он брал еще одну. Как Элькана взял после Хана еще Книну. В общем, это была редкость. Но она хотя бы не запрещена в принципе, да, в принципе Тора многоженство не запрещает. Это как иногда, это, может быть, даже был лучший из вариантов, когда обратный вариант, да, если у человека, например, нет детей долго, то он бы развел со своей женой. Так лучше, может быть, если она возьмет еще одну, по тем временам это считалось лучше. Но двух сестер Тора запрещает брать. Это один из видов арает. Как говорится, айша эля хота. Но только при жизни жены, что тоже интересно. Возможно, причина в том, что для детей обычно хорошо, если их мачеха будет их тетей, да, она лучше будет относиться к детям. Поэтому, что интересно, люди часто брали, если у них умирала жена, тогда часто люди умирали молодыми, чаще, чем сегодня. То бывало, что самый лучший вариант для детей, это если будет новой женой отца их тетя, да, даже сестра их матери, которая будет их любить. Так вот, Тора не запрещает брать сестру бывшей жены, если жена умерла. Но при жизни нельзя. И Тора использует выражение лицрор. И вот из этого учится наш случай, который совсем не похож, но с помощью гизер-эшавы своего рода, да, что говорится, алеа, используется слово алеа, и здесь, и в стихе, в котором описывается митсва ебума. Поэтому они хотят выучить из этого, что в случае, когда запрещена одна из двух жен брата, то ее цара, лицрор, да, тот же самый корень, что цара, соперница, чтобы не стали они соперницами в отношении двух сестер Гайца, и заодно учатся, что не может быть и соперница родственницей, не может стать в митсве ебума женой. На самом деле не очень понятно весь этот лимут, и у Малбима в комментариях к Торе, вы знаете, что Малбим был изохроним из более поздних мудрецов, которые жили сравнительно недавно, последние 200 лет, он один из самых важных. Он был бы еще известным грамматиком, он очень хорошо понимал и грамматику иврита, и очень глубокие комментарии написал. Так вот, у него есть комментарии практически ко всему Танаху, но комментарии к пророкам и писаниям у него обычно делятся на две части. Он пишет комментарии к самим словам, синонимы, антонимы, объяснение значения слов, мелод именно, и также комментарии к тексту, то есть более общий комментарий, более подробный. А в комментариях к Торе, именно к пятикнижью, не к книге Брешит, а вот к остальным книгам, он в основном базируется на халахических медрашах. То есть это Михилта к книге Шимот, Сифра к книге Ваикра, и Сифрей к книге Бамидбар и Дворим. У нас есть три основных медраша халахических, и так они называются, Михилта, Сифра и Сифрей. Так вот, у него в изданиях Малбима обычно печатают и халахический медраж, например, к книге Ваикра, это Сифра, и также комментарии Малбима. И вот он там вот, когда обсуждается, у нас есть главы Ахареймот и Кидо Шим, обычно считают вместе, вот там обсуждается Арает, и там он обсуждает очень интересную Шиту, совсем необычную, в объяснении нашей Геморы. Я не буду вдаваться в детали, технически это очень сложно, и голова кругом идет пытаться разобраться с этим, но во всяком случае у него попытка объяснить и на базе техств Торы, и на базе вот нашей Драши, что именно имели в виду наши мудрецы. Это просто один из подходов. Кстати, интересно, что Арт Скроу тоже процитировал его здесь, потому что действительно Драши не очень понятно, вроде они смешивают две разные вещи совсем, как говорят по-английски Apples and Oranges. Да, они такое впечатление, что говорят вроде об одном, а из Агизеры Шавы вроде сравнивают это совсем другом, совсем другим. Но тем не менее, вот есть попытки это как-то объяснить, это Драши, но, как я уже сказал, не все даже согласны с этой Драшей, и Бершамы вообще не считают, что они делаются. Ебум, соперницы, родственницы, да, в такой ситуации. То есть, Адраша только победит Хиллу. Вот то, что я хотел сегодня обсудить немножко, и если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.